Всем привет! Меня зовут Миша и вы на канале Существует Способ. Пятая и заключительная серия Путешествия в тайгу. О том, каково находиться вдали от дома, в лесах тайги, среди малых народов и примерять на себя тяжелые условия работы вахты. В доме тихо, тепло и светло пахнет хлебом, под бачей не сипит самовар. Боже мой, как давно я здесь не был, не пойму, что на что променял. Скатерть белая, сшитая гладью, на стене отрывной календарь. Печки русской, трескал и бельный, клонит голову в пьяную маль. Почаевничаю, сяду к окошку, долг день, да не вечен он. И как хитрая старая кошка, входит вечер, тихонечко, дом. Покурю, выпью горькую стану, в лесу палинки выйду во двор. В ночь смолистую тенью врастая, затаюсь, как испуганный вор. А наутро, хмельной от рассвета, как младенец в спутнем басоле, я вою себя белым снегом, а крещусь православным крестом. Мне потричься от поиска истин, хорошо только там, где нас нет. Память сжечь, как опавшие листья, и принять заповедный обед. День-другой, и зовут меня ветры, да чужбину, где не был еще. Взяв с собой только песню и веру, ухожу, чтоб вернуться домой. Сколько ни дыши свежим воздухом, где ни скитайся, а все равно наступает момент, когда хочется уже домой. Непростому труду, заставляющему уходить от домашнего комфорта, уюта, Игорь, наш куратор, посвятил большую часть своей жизни. Десятки лет ловко уместились в его авторской композиции, пропитанной чередующейся тоской то по дому, то по странствиям. Вот она, романтика в самом ярком ее проявлении. Да и мы уже тоскуем по дому, только вот прогнозы неутешительные. Совершенно неясно, когда же уже зазвенит наш дембельский аккорд. Поэтому пока мы просто едем на танки за продуктами, в отрезанный от цивилизации таежный поселок, населенный малыми народами, эвенками и тунгусами. Ух, звучит-то как. Вот мы наконец-таки вырвались в деревню под названием Куюмба. Такое прям захолустное место. И прям говорит вообще прям непередаваемый. Мы сейчас находимся на центральной площади. Просто, Дима, покажи вот это вот все. Вот это центральная площадь. Это сразу, сразу садимые тут вывеска Куюмба. Здесь, я так понимаю, это с нового года висит, и то есть все нормально. Даже снимать не будут, останется до следующего. Вот тут можно наблюдать администрацию поселка Куюмба. А здесь, собственно, школа. Школа, причем, выглядит довольно круто, учитывая, что это прям реально деревня, такая прям аутентичная. Тут есть спортивная площадка, турнички, и какая-то детская площадка. Ну, а здесь получается, что эту школу построили совмещенно с детским садиком. Возвели ее вообще на каком-то, видимо, бараке старом. Какими-то панелями обжили, но выглядит довольно прикольно, довольно колоритно. Вот, сейчас мы идем в магазин, его как раз-таки открыли, посмотрим, что там, чем-то можно проживиться. Говорят, что цены там просто неимоверные. Ну, мы сейчас все проверим, покажем вам. Не знаю, как вам передать это чувство, когда ты после нескольких месяцев нахождения в лесу, вдали от цивилизации, оказываешься в магазине. Пусть даже и в таком простецком. Мы прям как дикари, подходили к прилавкам и, тыкая пальцем, восторгались всяким разным продуктом, типа «Смотри, чипсики, колбаска, конфетки, ура!». Напомню, что с собой мы брали продуктов только на месяц, и, естественно, все самое вкусное у нас давно закончилось. Остались только самые основные – крупы, тушенки, консервы. И ты уже даже не смотришь на завышенный ценник и берешь все, о чем давно мечтал. Это еще один важный момент – радоваться мелочам. Ну, или, как это говорят, не ценишь, пока не потеряешь. Кстати, высокие цены обусловлены тем, что доставка продуктов осуществляется вертолетом. Других путей сообщения здесь, пока не вскрылись реки, нет. Крекеры нам, пожалуйста. Такие же, вот так, правильно? А, крекеры. Давайте еще два, давайте еще одну. Собственно, почему мы осветили этот магазин? Чтобы вы понимали, продукты сюда привозят аж за тысячи километров. То есть, единственное место, где их можно купить – это Бугучан, в которых мы останавливались. На обсервации были. То есть, такой нелегкий пульт там на вертолетах, там, каким-то образом их закидывают. И вот здесь вот по таким спекуляционным ценам продают народу. Вот. Мы затарились, нам хватит. Идем искать мясо, где здесь торгуют местным мясом. Идем искать мясо, где-то, 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 где-то. Идем искать мясо, где-то, 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 где-то. Шатунов и так их меня чуть не порвал. Если бы второго стола не было бы, первый столосецик ударил. Ну, он трусировал, так подошел, вот такой высоты. А встал. Вот какую-то емкость. Нихера ли ты по полюхаш, да? А я водил, водил. Куда ходил? Даже выстрелы не почувствовал. А ну, палы давай это. руки дает спасибо спасибо счастлива не приехали на танки там да говорит вот человек просто первый встречный здесь он был в стычке с медведем это нормально у них то что к ним береги сюда приходят они даже не обращают походу на их внимание уже пока мы гуляли по поселку ку юмба наткнулись на библиотеку и скажу я вам она здесь на весьма достойном уровне огромное количество литературы компьютерный класс даже есть интернет учитывая что в самом поселке даже и сотовая связь с перебоями но самое крутое это то что мы познакомились так зимой очень позитивные и доброжелательные женщины на ее ответственности все развлекательно-культурные спортивные мероприятия работает как раз в этой самой библиотеке и очень открыто поделилась тем как и чем живет поселок вообще-то зима канифовна лебедка как лебедка так зима понял да а вы вот хочется по национальности выводы башкирка по-русски не нанекай попроще да вы как давно здесь живете это вообще до 7 сторон а как вообще-то оказались здесь это дара история проводить охотник рыбак а тогда был созыв колхозы сапоза же были и таким образом остались здесь да да он выписывал газет ой журнал охота и охотничьих хозяйств там журнале призыв доярки нужны тут все было тенокосные вот эти все берега были у нас все покосы сколько вообще населения вот в куюмбе статистике у нас 60 где-то с лишним до 200 было у нас прожает так человек 70 за неимением свободного времени нам не удалось нормально пообщаться но уже через неделю я снова наведался в куюмбу и собрал целый пласт информации пришел в гости тете так зиме чтобы миска у нее прикупить для ребят а ее нету дома на реке тронулся лед и сейчас на танки вообще чуть ли не потонули реально там до середины где-то танка немножко даже в салон попала воды еще стрёмно было кругом украшения декорации всякие тетя так зима готовится празднование 9 мая но так чисто да для хроники здравствуйте хорошо да скажите егор чем вообще здесь живете у нас питер это такого нету таких деревень уже не осталось рыбалка река тронулась то уже да вы как вот здесь как родились так вот и живете да вы здесь вот прямо родились да в этот моде как кумонда кумонда кому-то там сидя руку ему получается вот как у вас здесь и венки тунгусы есть вот вы как бы потомок можно сказать да а вот и венки тунгусы я вот пока не не разобрался чем отличаются кто-то раньше был кто позже есть или это отдельные как бы не буду тунгусы были да а вот вся вот эта индустриализация вот эти вот все скважины все вот эти вот инфраструктуру это когда вообще к вам начал приходить утром хорошее кровь просто так на девятом когда мы начали первая буревая а ага где ёмка вся стояла еще в советском союзе да первая буревая была кто пошло пошло а линии тоже разводит а разводили тяжелый тяжелый труд сколько у вас арене было 300 300 300 арене было целое стадо это далеко отсюда просто не представляю специально огороды делаешь особенно летом-то на воле осенью когда грипп пошел так они как бы у них стадный инстинкт есть не приходится их искать там хищники никакие не грани не угрожают так его вообще вот вы не думали когда-то там в молодости может быть переехать куда-нибудь просто ярко не хотелось не все уже приелись места этого а байкит это вас как районный центр у вас авиасообщение нас байкитом вертолет раз в неделю да и вот здесь вертолетная площадка какая-то есть на берегу садись прям на площади где-то или аэродром а летом какое-то сообщение по реке да как у вас со зверьем в лесу медведей полно а это медведь шоу продавщица с медведем с пупеляем а вот с месторождений которые ну вот которые открывают месторождения вам какие-то презенты делаются там что-то может быть как-то помогают вам вот еще один охотник идет здравствуй серега здравствуйте это сергей проходила и лиля проходите проходите мои хорошие вот тоже оленеводы охотники привет здравствуйте они жили в тайге сына привезли он был дикий как так вот как живые город дети были в садик же не ходили в школу привезли они в чуме жили все сына у меня через и раз увидел через и раз увидел и смотрит где там люди подглядывает он не понимает столько домов увидел ой мама столько избушек сколько не было у вас стада держал 800 головку и ведь они 90 кубе однако 300 я вам расскажу тут же купцы были в царе у него отец ухо не мой ухо не мой сталин отправил орден во время войны это был ленинград спасали блокаду мясо готовили брундуков готовили кедровок все бочки отправляли и все отправляли туда туда белочек белочек все все на ленинград на ленинград блокаду но тогда там чем угодно рад были потому что там гидыш вообще не играл голодовал он был пулеметчиком вторым номером ленинград блокаду вторым номером пулеметом говорит это он мне рассказывал немцы говорите жирного голодовали немцы жирного застрелили притащили кишки кровь кукта кушали кровь попили да и дальше воевать страсти вообще страсть так вот детка ее город до берлина дошел японию отправили в японию японию даже было японию там пропал как зачем это тут от мансура подарок хорошо тебе сразу грузина стал никому не дари а то беру я у кого увижу понял сам носи вот будешь на водке ехать вот так вот закроешь уши видишь какая чтобы не вдуло да чтобы не простыниться сейчас подождите про вертолет узнаем через минут 15 лет вот там уже площадка практически мы сходим встретим потом придем может еще чуть-чуть покупать давайте фотографируемся можем сфотографироваться я вам отправлю меня что ли вот сюда еще чуть давайте ребят на базе вот так вода пошло так можно улыбнуться еще побольше помахать рукой можно на камеру вы где-нибудь есть какой-нибудь в интернете где где-то найти можно чтобы отправить фотографию а вы ребят у вас есть что-нибудь какой там вконтакте или что-нибудь такое я таким не пользуетесь а учится но 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 идем все вместе встречать вертолет откуда он летит вертолет летит с байкита с провизией с сигаретами что там он еще может а пассажир почта да самое главное живот отрезанный от мира среди них вы чужаки будьте с ними осторожнее чего только мы не слышали про коюмбинцев а по факту такие простые душевные добрые люди даже сейчас когда пересматриваю весь отснятый материал в душе очень тепло и хочется увидеться с ними снова зачем нам говорят социальные сети зачем большие города у нас здесь природа красота свобода здесь наш дом лишь в одном те кто рассказывал нам про эти края были правы культура у них самобытные проявляется она опять же в простоте в мелочах люди живут дружно и у них даже нету отделения полиции потому что все доверяют друг другу вот вспомните те времена когда люди приходили друг другу в гости и пили чай общались а может вы знаете поселок где население так почитает своих потомков и историю своего края что издает про это книги лимитированным тиражом для себя и близких кажется что там за тысячи километров все жужжит и кружится в современном привычным нам ритме а здесь люди живут моменте здесь люди слушают тишину вот как-то так вертолет прилетает в куюмбу офигеть просто какой-то сумбур собаки дети бегают люди я не знаю ребята как это передать такая крутая атмосфера знаете как в деревне у бабули вот когда ты еще малой был очень кайфово встреча вертолета выглядела весьма забавно будто маршрутка подъехала и все начали из нее вылезать чуть ли не на ходу а вот это вот например такси от аэропорта до поселка ну офигенный же колорит нина мы вас заждались днем победы у юмбинцы поздравляют всех с 9 мая и с прошедшими праздниками что можете пожелать концерт артистами будут односельчане кто на что талантлив как говорится зимой колядовать всей деревне будем равноденствие новый год соберемся все вместе и порадуемся что все здоровы хорошему урожаю удачной охоте или рыбалки а других радостей здесь и не надо тайге зима хочу вас поблагодарить прямо на душе за то что такой экскурсии устроили с местным населением познакомили как раз то что нужно было все счастливо все поедем ничего не говори но в этих местах колорит просто потрясный вот просто задумайтесь над тем что люди живут на джибе просто отрезанная как таковой цивилизации они даже не знают что такое мессенджеры какие-то социальные сети у них этого нету и им это самое главное не нужно а и кайфуют они охотятся рыбачат играют на великах дети катаются войнушку играть и они счастливы у меня например было точно такое же детство я понимаю какой-то кайф а здесь люди они реально прям живут и говорит вот просто сами понаблюдайте какие здесь люди совсем другие открытые общительные так зима только что подарила кружку и книжку посвященную к юмбе в процессе монтажа долго думал включать ли в последний выпуск фрагменты нашего отъезда ведь они на самом деле очень негативны но для кого-то могут быть полезны взвесив все за и против решил что сделаю отдельный выпуск бонусный так сказать а этот пускай остается таким же душевным наполненным жизнью сибиряков расскажите в комментариях какие у вас были ожидания и какие остались эмоции от просмотра этого видео я постарался передать всю атмосферу жизни малых народов и надеюсь на вашу простую поддержку в виде лайка комментариях подписки до новых встреч